Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. О югорской строгонине и морожке узнала вся страна. Два продуктовых бренда нашего округа в числе призеров национального конкурса «Вкусы России». Его организует Министерство сельского хозяйства. Эксперты рассмотрели 720 заявок, 14 из которых были от Югры. За региональные бренды в общей сложности проголосовали около 1,2 млн жителей страны. В номинации «Загляните на огонек», где были представлены продукты, которые являются визитной карточкой того или иного региона, второе место заняла югорская строгонина. Одно из традиционных блюд коренных народов Севера готовят из мороженой сырой рыбы – щуки, осетра, нельмы, муксуна или стерляди. Считается, что строгонина помогает компенсировать недостаток питательных веществ в организме. А еще ханта и манси говорят, что такая рыба с горячим чаем быстро согревает после мороза. Отмечу, наш деликатес пропустил вперед безалкогольную суздальскую медовуху и оставил позади карельскую ряпушку. Также в конкурсе отличилась товоложная моченая морожка. Югорская ягода взяла бронзу в одной из трех новых номинаций «Гастрономическая находка». Это номинация, в которой заявилось больше всего региональных брендов, порядка 400 было заявок. В этом году хантамансийский автономный округ очень хорошо выступил, очень много было заявок, и мы с удивлением тоже обнаружили, что оказывается есть очень много интересных и вкусных продуктов на территориях хантамансийского автономного округа. Но я думаю, что еще все наши граждане смогут ознакомиться с этими продуктами. Сургутский приют «Дорога домой» содержит почти семь сотен агрессивных собак. Их отловили после сообщения о нападении или реальной угрозе. Напомню, после осмотра ветеринаром доставленные в приют собаки проходят тест на агрессивность. Специалист проверяет, как реагирует животное, если у него забрать миску с едой, а также его реакцию на поглаживание и прикосновение. По словам кинологов, здоровое животное на все эти действия должно реагировать спокойно. Агрессивное же нападает на человека при малейшем контакте. Такие собаки остаются в приюте «Дорога домой» пожизненно. Отмечу, что все действия сургутского отлова фиксируются на видео. Все это требование законодательства помогает контролирующим органам проверять работу сотрудников приюта. Собачку отлавливают, снимают. Это все на видео. Операция у нас по стерилизации проходит тоже с видеофиксацией. То есть мы в любой момент можем запросить у них. Приехали, увидели животное в вольере. На это животное покажите нам, пожалуйста, всю документацию, все, что у вас есть. Нам показывают видео, карточки и все. И также, когда животное возвращается, если оно не признано агрессивным, обязательно это тоже сопровождается видеофиксацией. Егорские хоккеисты попали в число лучших. Молодежная хоккейная лига подвела итоги 10-й недели. Там отличили сразу два «Мамонта» – нападающий Богдан Синотов и вратарь Егор Заврагин. Для Богдана Синотова минувшая выездная серия была более чем успешна. Дело в том, что 96-й номер «Мамонтов» Югры в трех матчах подряд оформил дубль. Такая результативность и помогла Богдану оказаться в списке лучших. А вот голкипер Егор Заврагин отметился в номинации «Новичок». Он в матче против «Белых медведей» в Челябинске сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сейчас подопечные Олега Таубера готовятся к домашней серии игр. Она начнется на этой неделе с матчами с Ярославским «Лока-76». К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра.